Девушки отдыхают Девушки отдыхают Художник Мисси Ди Пьеро Композитор Эд Гранго Монтаж Энди Кросби Оператор Джим Симеоне Ну вот, получайте Там есть скамейка, где вы можете их надеть Зовите, если понадобится помощь Развлекайтесь Да Продюсеры Автор сценария и режиссер Джон Стимсон Как тебя зовут? Грейс Грейс, а я Кортни Очень приятно Ты отлично катаешься Ты уже выходила на лед? Всего пару раз Я тоже училась кататься именно на этом катке Давай, и ты научишься Тихонько оттолкнись зубцами и скользи Вот так Ты умница Прекрасно А теперь сама попробуй, ладно? Ладно Вот и получилось Мой умпы здесь работает Что, правда? На благо города? Ага Класс Ой О, ничего, держу Давайте без меня Спасибо Пожалуйста О, по вторникам и четвергам я занимаюсь с детьми ее возраста Приходите И мы будем выступать на карнавале С Рождеством С Рождеством Служебное помещение Вход только по пропускам До завтра, Тревор Давай Хорошего вечера И тебе Алло Добрый день, Кортни О, здравствуйте, мистер Гриннет Служишь завтра в девять? Хорошо Завтра в девять нет проблем Спасибо Ладно До встречи До свидания Тревор Не подменишь меня завтра утром? У меня встреча Если с подружкой меня познакомишь Ты серьезно? По графику Мне приходить только в полдень Ладно, хорошо Но я уже говорила Ты не в ее вкусе Откуда ей это знать Если мы не знакомы? Ты просто невыносим Не невыносим А настойчив Привет Привет Да ты никак в образе феи драже Как видишь Твой костюм просто прелесть Спасибо Что готовишь? Слушай, мне зачем-то твой босс сегодня позвонил, когда я уходила Который? Санта или мэр? Уж лучше бы Санта О, ну так я и знала Чего он хочет? Я знаю, что сегодня он долго совещался с горсоветом по поводу бюджета Наверняка плохие новости Поэтому я пеку ему кексы Ну, подмаслить мэра точно не помешает Жаль, я не знаю всего Ладно, что ж Вернусь не поздно Эй, не бойся Все будет хорошо Ты уверена? Да На дворе ведь Рождество Да, с тобой хочет познакомиться Тревор Кто? Тревор, оператор заливочной машины О, за что? А почему нет? Он не в моем вкусе Откуда тебе это знать, если вы не знакомы? О, я это чувствую Пожалуйста Я в долгу перед ним Ладно Класс Надеюсь, плакс будет много А, да, я тоже Может выпустить альбом с фотками плачущих на коленях у Санты детей? О, слушай Это неплохая мысль Хорошо будет продаваться Ну ладно, до вечера Пока Привет, мам Здравствуй, милая, как ты? Хорошо, как там Санта-Барбара? О, здесь просто чудесно Солнечно и сегодня 20 градусов Не понимаю, как можно проникнуться духом Рождества на пляже Ты же знаешь, мы с папой ненавидим холод Холод? Ты серьезно? А как же те дни, которые вы провели со мной на катке, когда я была маленькой? Да, ты права Мы соскучились, милая Может быть, у тебя получится выбраться к нам на праздники в этом году? У меня это самое напряженное время Но я все же постараюсь после Нового года Что ж, мы тебя любим, дорогая Приезжай, когда сможешь Всегда будем рады И я вас люблю, мама Ну, хорошо, пока, милая Пока У меня мало времени Ты пару минут ждешь Эй, пойди сюда Знаешь, кто у него? Кто? Сам Ноу Трэмбле Кто? Он хоккеист Играл за кленовый лист И что? А то, что он довольно важная персона Да мне все равно, хоть по три с Берджерон Я пришла по делу Пиво Ой Извините Простите Это вы простите Я вам помогу Нет-нет, я сам Вот Возьмите Кортни Уже познакомились с Ноу Трэмбле? Да Здравствуйте Привет Кортни заведует катком овал в парке А, ясно Рад познакомиться У вас много общего Неужели? Угу Ну, только что построил большой крытый ледовый комплекс в районе канала И торжественное открытие состоится через пару недель Да, именно так Вы хотели меня видеть, господин мэр? Да, проходите Спасибо Надеюсь, мы с вами еще увидимся, Кортни Бэт, займись этим, пожалуйста Конечно Если найдешь место для работы на столе Я был впечатлен вашей карьерой фигуристки в колледже Благодарю Чемпионка штата Солидное достижение Жаль, получили травму Это бывает А теперь я делюсь радостью катания с детьми Да, кстати, насчет детей Мы тут пересмотрели бюджет и поняли, что город больше не в состоянии Субсидировать содержание общественного катка овал Что? Но прокат стал приносить доход И я, я с каждым днем набираю все больше детей на программу обучения азам Прекрасно, но ваш овал Это роскошь, которую город не может себе позволить Но, мистер Гринвуд, фигурное катание много значит для детей? В Рождество тем более Что ж, в новом ледовом комплексе НО будут самые разные программы для детей Вы его видели? Поражает воображение Но занятия будут платными А детям, которым они не по карману? Ради них мы на все праздники оставим овал открытым А закроем после Нового года А рождественский карнавал в канун Рождества? Вот Именно из-за мероприятий подобного рода овал и стал нерентабельным Вы рождественский карнавал отмените? Этим вы разобьете детям сердца Управляя городом, приходится идти на жертвы, мисс Беннетт Простите за прямоту, но вы совершаете ошибку Даже если не брать детей, овал символизирует попытку вдохнуть новую жизнь в центр города Сделать его более удобным и доступным для всех Его закрытие станет огромным шагом назад Городской совет уже все решил Цифры говорят сами за себя Но вы еще можете их переубедить Что для этого надо? Деньги Надо сделать каток источником дохода для города Да не лишней статьи расхода, как сейчас А что нужно, чтобы так и было? Рождественское чудо Ладно, я постараюсь совершить это чудо Веселого Рождества, мистер Гринвуд Веселого Рождества Поверить не могу, что он закрывает овал И рождественский карнавал отменяет Дети весь год его ждут, они готовятся Дело не только в них Это важнейшее событие для нас с Санта Ты знала об этом? От твоих услуг никто не отказался? Нет, я решила, что все в силе Мы работаем на карнавале много лет Что же мне теперь делать? Что-нибудь придумаешь? Что придумаю? Да брось! Ты же спортсменка! Где твой соревновательный дух? Сражайся за то, во что веришь Санте еще один эльф не нужен А то я скоро без работы останусь Он ведь уже сказал тебе, что нужно сделать Найди желающих финансировать карнавал И сними этот груз с его плеч Проще сказать, чем сделать А легких путей тут нет Привет О, привет, Тревор Бет, это Тревор Тревор, это моя соседка Бет Привет Привет Я побежала, а вы здесь пообщайтесь друг с другом Удачи Что? Предательница Итак Это она, папа Итоги Привет, Грейс. Ты вернулась. Привет, Кортни. Это мой папа. О, Кортни Беннет. О, это вы? Да, мы уже знакомы. Да, встречались. Я не забыла. А великолепно катаетесь. Спасибо. А вчера я даже имела удовольствие кататься с Грейс. Она говорила. Если ей интересно, занятие для новичков начнется через 10 минут. Все девочки очень славные, дважды в неделю ко мне ходят. А сколько это стоит? Нисколько, все бесплатно. Все бесплатно? Да. Можно, пап? Можно? Значит, это город субсидирует? Да. То есть, пока что. А ты точно хочешь учиться фигурному катанию? Да. Хорошо. Отлично. Я буду рада видеть тебя в группе. Смотрю, у тебя свои коньки? Да. Тогда переобувайся. Ладно, поможешь мне их завязать? Хорошо, сейчас подойду. Спасибо. Да. Заполните на нее заявку. Хорошо, вставайте в круг. Прекрасно, возьмите за руку. А теперь... Да, прекрасно. Пятки вместе. Отлично. Подключаем руки. Сначала вверх. И в сторону. А теперь все внутрь круга. И левая рука. Снова беремся за руки. Ладно. Сцепляешь шнурок за крючок, вот так. А, поняла. А дальше, как обычный ботинок. О! Кортни, спасибо. Грейс очень довольна, я вижу. Она умная девочка, и у нее есть способности. Да она никогда не проявляла интереса к катанию со мной. Вы же были хоккеистом. Да, кататься я научился раньше, чем ходить. Может, ей просто не нравится хоккей? Может, и так. У Грейс хорошо получается. Она талантливая. Вся своего старика. Наверное. Что ж, тогда. Выходит, увидимся в четверг? Буду рада. Приятного вечера. И вам. Пока. Оу! Кортни, подожди! Мне все очень понравилось, спасибо. Я очень рада. Жду тебя в следующий раз. Ладно, пока. Пока. Привет. Привет. Как тебе, Тревор? Ты будешь мне должна. О, нет, прости. Но он не настолько ужасен, как я ожидала. Но бог с ним, с Тревором. Вот это что сейчас было. Что? Но? Его дочь поступила в мой класс. О, уже по имени друг друга зовете. Ну и что? А то, что он красив, богат. И, ах да, точно, не женат. И типичный сноб, жутко самодовольный. Ну и пусть. В чем тут проблема-то? Интересно, где ее мама? Так тебе все же интересно? Перестань. Этот парень всего лишь самый завидный жених всего Бустера. И владелец крытого ледового комплекса. Главная причина, почему овал закрывают. Твой босс разве что слюни не пускал на его центр. Это все осложняет. В следующий раз я вас познакомлю. Нет, нет, не надо. Я... Я опять встречаюсь с Тревором завтра вечером, так что... Ах, вы встречаетесь. Я решила, что можно дать ему шанс. Тогда почему это? Я твоя должность. Проехали. Пока. Мне пора доводить детей до слез. Ладно, давай. Приходите к нам на торжественное открытие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Какой приятный сюрприз. Здравствуйте. А... Даже странно, что я раньше здесь не бывала. Ваш центр потрясающий. Что ж, спасибо, да. Я думала, он еще закрыт. О! Паре фигуристов и хоккейным командам нужен был лед, и для них мы открылись неофициально, а до торжественного открытия пары недель. Как можно переплюнуть такое? Что, простите? Как можно переплюнуть такое? Эй, эй, постойте, постойте. О чем это вы сейчас? Вы еще даже не открылись, а тут уже яблоку негде упасть. Кругом спортсмены, их родня, их тренеры, рестораны, кафе не работают. Но не нужно со мной соревноваться. Как выяснилось, нужно. Мэр хочет закрыть мой каток. Он так сказал? Да. Овал роскошь, которую город не может себе позволить. Ха. Хотя это главное, что Вустер может предложить в плане досуга и в самом центре. Вы хоть раз там катались? Нет, ни разу. Нет, ничего лучше катания на воздухе, особенно в Рождество. Да, я тоже много катался на улице в свое время. Значит, понимаете? Да, понимаю. Что ж, надеюсь, я не очень помешала тем, что зашла к вам? Нет, нисколько. Заходите в любое время. Скажите, Ноа, если у вас есть целый комплекс, зачем вы привели Грейс на овал? Ну, а... Она захотела? Серьезно? Да. Из-за тебя захотела. Хорошо, девочки. Грейси! Папа, глянь! Я катаюсь задом наперед! Ты большая молодец, милая! Привет, Ноа. Привет. Ты смотри. Спиной вперед катается. Да, она делает большие успехи. Да, это я вижу. А, слушай, я хотел кое-что с тобой обсудить. Найдёшь время на кофе, когда закончишь? А, сегодня? Да. Почему нет? Зачем откладывать на завтра? А, да, хорошо. Отлично. Так, девочки, делаем звезду. Хорошо. Отлично. Скажи, а чем ты занимаешься летом, когда нет льда? Я занимаюсь с детьми плаванием на озере. Родители не просят найти настоящую работу. В каком смысле? Да нет, я просто пошутил. Это отличное дополнение к тому, чем ты занимаешься зимой. Спасибо. А параллельно я работаю над диссертацией. Какая специальность? Образование. Отличный выбор. Ты прирожденный учитель. Итак, о чем хотел поговорить? Ну, а, я восхищен тем, как ты общаешься с детьми. Ух ты, спасибо. А, Грейс быстро привязалась к тебе, понимаешь? Я не видел, чтобы она так сильно чем-то увлекалась. Никогда... Она хорошая девочка. Я хочу предложить тебе работу. Подожди, что? Тренера по фигурному катанию в моем центре. Это для меня полная неожиданность. Ну? Ты не откажешься. Я вижу, чего ты добиваешься. Хочешь мягко устранить конкурента? Нет, я совсем не этого добиваюсь. Пойми, у меня уже есть работа. И всего пара недель на то, чтобы как-то ее спасти. Да, но у меня ты круглый год будешь занята. Если ты не ставишь целью закрытия моего катка... Ничего такого я добиваться не пытаюсь. Может, объединимся в поисках способа спасти овал? Хорошо, уже есть идеи. Можно собрать много денег. А можно убедить город, что выгоднее оставить каток открытым. Или сразу. И то, и другое. Уверена, в этом ты специалист. Очень интересно. Уже есть бизнес-план, готовый проект, может? Еще нет. Я только что узнала о планах мэра. Проблема в том, что у нас мало времени. И сколько нужно собрать денег? Я составлю бюджет. Посчитаю, во что обходится содержание катка. Но что скажешь? Ты будешь мне помогать? Какая ты напористая. Надо было предложить тебе место в отделе продаж. Каток очень важен для меня. Я вижу это. Хорошо. Покажи цифры, я подумаю. Договорились? Как только все посчитаю, сразу покажу. fuckin' Ты что, плачешь там? Да? И что такого? Как же легко тебя разжалобить. Это сильнее меня. Я обожаю рождественские фильмы. Что новенького? Ну? Но, не так ужастен, как я думала. О, вы виделись? Снова? Он пригласил меня на кофе. У, кофе, проказники. Кажется, я увязла по уши. Уже? Так быстро? Только не из-за Ноа, а из-за овала. А, почему? Мне нужен бизнес-план. И срочно. Ну и что? Ты умеешь составлять бизнес-планы? А, представь себе, умею. Правда? Да. Так мы с Сэнтой на свой стартап деньги нашли. Где ты этому научилась? Ютуб. Он чему угодно научить может. Что, серьезно? А Ютуб поможет мне выяснить, сколько город каждый год тратит на содержание овала, включая рождественский карнавал? Нет, это вряд ли, но у меня есть доступ к информации. И завтра я ее поищу. И все узнаю. Спасибо. Не за что. Ладно. Он и работу мне предложил. О, как это мило. Может понадобится. Ладно. Я могу досмотреть фильм? Да. Рассказывай, что я пропустила. Если начну рассказывать, расплачусь. Ого. Так грустно. Печалька. Платок нужен? На всякий. Уже наказалась? Хорошо. Спасибо. Вы хотите еще? Привет. Привет. Так. Слушай, с монтажом осенью и демонтажом весной, межсезонным хранением заливочной машины, поддержанием льда в хорошем состоянии, электричеством, твоей и Тревор зарплатами, овал стоит городу примерно 135 тысяч долларов в год. Ого. И это без расходов на рождественский карнавал? Без. Стоимость украшения площади 25 тысяч долларов. Ее так и так украшают. Верно. Алло. Ты слушаешь? А вот и он. Кто? Он. Ну, а, причем у него в руках коньки. Что ты говоришь? Я перезвоню. Ладно, пока. Привет. Привет. Какими судьбами? Ну, а я не катался на улице с тех пор, как мы с друзьями во дворе клюшками махали. Шутишь? Серьезно? Да. Ты меня заинтриговала. Сколько с меня за дневное катание? Без проката коньков 5 долларов за один час. Ладно. Отлично. Не откажешься покататься со мной? Хорошо. Можно. Отлично. Жду, жду тебя на льду. Ух ты. Потрясающе. И почему я раньше не приходил? Здорово, да? Великолепно. Так ты подумала о моем предложении? Я вроде ясно сказала, что пока не ищу работу. Хорошо. Я не тороплю. Хорошо. А знаешь, твоя страсть очень заразительна. Откуда она у тебя? Я была довольно-таки амбициозной фигуристкой. Ах да, я слышал. Чемпионка Массачусетца? Да. Меня даже рассматривали в сборную, но я повредила колено. И вот, передаю свою любовь к льду детям. А как ты повредила колено? Играя в футбол. Ух. Да, мой тренер ужасно разозлился из-за этого. Я восстанавливалась как одержимая, но вернувшись на лед, я уже не была прежней. Я старалась как могла, но прежней уверенности уже не было. Да, понимаю. Я и сам состою в клубе порванных крестов. Поэтому ушел из хоккея. Да, поэтому. Мне сделали операцию, но до конца я так и не восстановился. Думаю, все дело в голове. Но моей былой резкости не стало. В буквальном и фигуральном смысле. О, смотри, какие люди. О, кстати, няня Грейс просто очаровательна. Как ее зовут? Согласен. Маргарет, я бы без нее не справился. Трудно растить ребенка одному. Поверю на слово. А что стало с мамой, Грейс? А, она умерла. Пять лет назад. О, мои соболезнования. Привет. Привет. Милая, как дела в школе? Хорошо. Привет, корки. Привет, Грейс. Готова к тренировке? Да. Тогда беги, надевай коньки. Ладно. И выходи на лед. Ты не поможешь? Спасибо. Да, она очень классная. Я понятия не имел, что город собирается закрыть овал. Какая жалость. Согласна. Я ищу спонсоров, которые возьмут на себя расходы по содержанию катка. Ну, там же все-таки проведут рождественский карнавал. Надеюсь. Да. Но для этого нужно собрать деньги. Можно указать вас поручителем? Разумеется. Буду рад пожертвовать сто долларов на благое дело. Сто долларов? Да, безусловно. А что я за это получу? Рекламу в программе? А, четверть полосы устрою. Да, отлично. Чудесно. Ну что ж, спасибо. Не за что. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Счастливого. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Что скажешь? На что я надеялась? Все усилия бесполезны. Даже если потратить месяц на подготовку, мне не собрать 135 тысяч долларов. Но ты не должна так легко сдаваться? Да, но, боюсь, придётся. А сколько ты собрала? Всего 250 долларов. В виде поручительств. Уф, да, хорошего тут мало. Точно, это ужасно. Мне нужен новый план. Мы что-нибудь придумаем. Почему город сам не видит всю ценность овала? Думаю, как и сказал мистер Гринвуд, всё дело только в бюджете. Да брось. В общей картине он занимает не так уж много места. Уверена, что город тратит кучу денег на куда менее значительные вещи, чем мой овал. Да. Знаешь что? Я достану тебе копию отчёта по расходованию бюджета города. О, а сможешь, она бы очень сильно мне помогла. Да, легко. У меня появится реальное оружие. И нужно переубедить твоего босса. В чём его слабость? Кажется, у него их нет. У каждого есть своя слабость, особенно в Рождество. В чём его? Я выясню. Обещаю тебе. Ну что? Ну, я думаю, ты права. Это амбициозный план. Понимаю. Если нам не поможет настоящий ангел, не хватит времени. Найти ангела будет самым сложным. В остальном твоё предложение разумно. Ну, я уже подумала о том, как подойти к делу с другой стороны. И как же? Хочу тебя спросить. Раз ты довольно-таки близко знаком с мэром, может, ты поговоришь с ним от моего имени? Он должен услышать, как сильно в городе любят наш овал, а он жадничает, как скруч. Да, я действительно неплохо его знаю. Он много ворчит, но в душе он человек неплохой. Что мне ему сказать? Надо воздавать к его чувству великодушия и щедрости в Рождество. Растопить холодное сердце Абинезера? Да, что-то в этом роде. Будешь моим Джейкобом Марли, предупреждающим его о мраке и безнадёге, что накроют город, если он не спасёт овал. Слушай, если честно, я не думаю, что это правильный подход. Но почему? Потому что Келвин видит в моём комплексе сияющую путеводную звезду к возрождению города, так что это экономический двигатель, это рабочие места, это объект налогообложения, а деньги тут главное. Но нельзя же думать только об одних деньгах. Нет, нельзя. Мы должны показать ему, как много горожан любят овал. Только как? Запустить кампанию рождественских поздравлений. Надо убедить, как можно больше людей отправить ему открытку со словами о том, как лично для них дорог каток. Эта идея мне нравится. Мы завалим его рождественскими открытками? Я тоже приму в этом участие. И меня он услышит первым. Я скажу, как сильно будет огорчена Грейс. Спасибо, Нуа. Я так благодарна тебе за помощь. Рад помочь. Ам, но я тоже хочу попросить тебя об услуге. Давай. Ну, мы с Грейс собираемся в эти выходные елку покупать. И она очень просила тебя пойти с нами. Правда? Она рано осталась без матери. Ей не хватает женского участия. А ты ей нравишься? Я очень тронута. Ну, я сказал ей, что Рождество — семейный праздник. Возможно, у тебя другие планы, но... Ну, в этом году мои родители в Калифорнии и на праздники не приедут. Ну, тогда... Может, присоединишься? Это только Грейс просит, или ты тоже? И я. С удовольствием. С удовольствием. О, замечательно. Спасибо. Спасибо. А, пока вы не ушли. Мы стараемся спасти овал. Отправьте мэру рождественскую открытку. Вы нам очень поможете. Спасибо. О, здравствуйте. Коньки на прокат? Прекрасно. Пока обуваетесь, я дам вам наш флайер. Я пытаюсь спасти овал. Отправьте мэру рождественскую открытку. Здравствуйте. Раздайте свои закламы. Нам не годится любая помощь. Ладно. Покажем соседям. Держи. Спокойно. Я дам тебе вкусный леденец. Улыбайся. Фот уже готова. Да. Кстати, помогите спасти овал, пожалуйста. Для этого всего-то и нужно, что отправить мэру рождественскую открытку. Спасибо вам. Так, до следующей. Буду быть здательной, если вы распространите их среди клиентов. Повешу на самом видном месте. За овал стоит бороться. Да, вы правы. А от нас живой получит сегодня открытку. Большое спасибо за помощь. Пожалуйста, вам спасибо. Сегодня больше обычного. Время года такое. Оставь на столе. Не забудьте про встречу в торговой палате. А кто это? Это девушка на фото. Она ваша дочь? Да. Красивая. Не знала, что у вас дочь. Что ж, еще раз напоминаю о встрече. Через 15 минут. Дорогой господин мэр, пожалуйста, не закрывайте овал. Мы его очень любим. С любовью, Гасси. Дорогой господин мэр, пожалуйста, оставьте нам овал. С любовью, Чарли. Что вам все? Мерри крисмас и счастливый Новый год. Привет, хедра же, мой эльф под прикрытием. Есть новости? Да, сегодня он получил порядка 20 открыток. Хм, неплохо. Нет, совсем неплохо. Он явно одновременно озадачен и заинтригован. Понятно. Что ж, это хорошо, наверное. Увидим. Но помни. Даже если он сам передумает, ему еще горсовет переубеждать. Об этом потом подумаем. Угу. Эм, я видела фото девушки в его кабинете. Я его тебе перешлю. На снимке она на улице, а через плечо переброшены коньки. Правда? Интересно, кто она? А вдруг это и есть его слабость? Да, я тоже так подумала. Он сказал, это его дочь. И я точно знаю, что он разведен, потому что его бывший иногда звонит и каждый раз заявляет, что она его бывшая лучшая половина. Что ж, это здорово. Звонить, и будет что-то еще. Хорошо, позвоню. Спасибо, Фея Дрожа. Ладно. Конец связи. Спасибо, Фея Дрожа. Спасибо, Фея Дрожа. Так, хорошо. Улыбочку. Улыбаемся. Ух ты, какой тут классный Санта-Град. Здесь работает моя соседка Бет. Она может сфоткать Грейс. О, та самая, что работает у Мэра? Да, та самая. О, Тревор? О, привет. Эм, классный костюм. Что ты тут делаешь? Помогаю, Бет. Какой ты нарядный. Хватаюсь за любую подработку. Не бойся, тебя не подведу. О, я скорее забавляюсь, чем боюсь. Кстати, в этом костюме ты неотразим. Ух ты, как здесь круто. Грис, это моя соседка Бет. Она же Фея Дрожа. Знакомься. Привет, Грис. Пойдешь к Санте? Да, но я уже написала ему письмо. Он знает, чего я хочу. Предусмотрительно. А, это ее отец. А, очень рада познакомиться с тобой снова. Очень приятно, Дрожа. Кортни, идем. Сфотографируемся с Сандой. Давай. Ой, девчонки, вы прелестные. Фантастика. Очень хорошо. Еще раз. Прекрасно. Спасибо, Санта. Эй, Грис, а мы с Кортней хотим пойти выбрать елку. Может, останешься тут, поможешь Фее? Да. Да. Отлично. Ладно, мы будем помогать желающим сфотографироваться, а вам мы желаем веселого Рождества и, эм, не шалите-то. Иди сюда. Пойдешь к Санте? Спасибо. Готов? Расскажи Санте, чего ты хочешь. Знаешь, до этого самого момента я не верил, что и в самом деле проникнусь духом Рождества. Но ты все-таки проникся? Да. Причем впервые за долгое время. И я его чувствую. У вас были рождественские традиции в семье? Ого. В украшении елки у нас превалировала тема фигурного катания. Да. А у нас хоккея. Я не удивлена. А у вас с Грейс что? А, ну, ну, помимо... Гигантского надувного Санта на газоне у дома. У вас там есть гигантский надувной Санта? Да, представь себе. Грейс попросил. Ну, как я мог ей отказать? А как ваши соседи к нему отнеслись? Они люди понимающие. Помимо этого, у нас Новый год очень традиционный. Мы лепим с ней человечков из имбирного печенья. А. Мы с ней сами печем украшения для елки. А потом развешиваем ее и меня. Дедушек и бабушек. Тетушек и дядюшек. И маму? Да. Маму тоже. Она вообще-то наш ангел на макушке елки. Боже мой. Прости, это невероятно трогательно. Да нет, не извиняйся. Меня это тоже трогает. Это Грейс придумала. Серьезно? Да. Как ей живется без мамы? Как она справляется? Она у меня боится. Думаю, в основном она помнит ее по моим рассказам, по семейным снимкам. Так она постоянно живет. В наших сердцах. Мы можем не говорить об этом, если тебе неприятно. Нет, нет. Нет, нет, все хорошо. Если честно, я уже очень давно не встречал никого, с кем можно было бы об этом поговорить. Правда? Пока не встретил тебя. Папа, Кортни, я нашла идеальную елку. В самом деле? Да, идем. Ну, пойдем, пойдем. Тебе понравился наш надувной Санта? Да, он просто великолепный. Так вкусно пахнет. Смотри. Ты тебя не готова? Что ж, это хорошо. Классные будут игрушки. Самые лучшие. И вы каждый год сохраняете рождественские украшения? Попробовали в прошлом году. Но их мышка съела. Что? О, мышка, наверное, была просто счастлива. Жуткий был беспорядок. Не сомневаюсь. Тебя мы тоже слепим, Кортни. Серьезно? Вы же только родню лепите. Мы лепим всех людей, которых любим. О, что ж, я почту за честь быть на вашей елке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я повешу тебя на самом виду. О, надо же! Какое почетное место. Твое по праву. А сюда я повешу себя прямо рядом с тобой. И папочку с другой стороны. Видишь, устами младенца. Что это значит? Ничего. У нас будет очень веселое Рождество в этом году. Я это чувствую. Я тоже милая. Я тоже. О, это у нас мама. Наш ангел. Наш ангел. Поднимешь? Давай. Три, два, один. Запуск! Вот, молодец. Спасибо. Что это? Ну, вам приходит столько открыток, я решила часть развесить. Это не все? Нет. Тут много еще. Столько народу желает вам в этом году веселого Рождества. Хватит, снимай. Почему, сэр? Сейчас же. И вам тоже всего доброго. Привет. Идет к тебе. Карни. О, мистер Грейвуд. Я как раз хотел с вами поговорить. Что ж, значит, я удачно зашла. Что означают эти письма? Извините, не уверена, что понимаю. Меня заваливают рождественскими открытками. Как трогательно. И в каждой говорится, я хочу спасти овал. Это в ваших рук дело. Возможно, я упоминала в разговорах, что его хотят закрыть. Напрасно стараетесь. Это не изменит того факта, что нам не на что его содержать. Увидим. И зачем вы проводили утром репетицию? Я же сказал, что рождественский карнавал отменяется. Я все еще рассчитываю, что случится чудо, господин мэр. Мистер Гринвуд, Рина Блэкстоун из Теллиграм. Слушаю, Ирина, здравствуйте. Правда ли то, что вы решили прекратить финансирование общегородского катка овал? Сожалею, но в данный момент я не готов обсуждать городской бюджет. Работа еще ведется. Нам сообщили, что вы получили более тысячи открыток от горожан, которые хотят спасти овал от закрытия. Вы прокомментируете это? Ну, точное количество я не подсчитывал, но мы получили немало открыток. В Рождество всегда так. Но действительно ли во всех открытках есть слова в поддержку овала? В некоторых, признаться, да. Я как раз говорил об этом с мисс Беннетт, которая, как вы наверняка знаете, управляет овалом. А у вас в руках не те самые открытки? Мэр Скрудж. У меня кошмарная пресса. Я стараюсь ответственно управлять городом, а тут такое. Ну, надо признать, это довольно умный ход. Мне все равно, насколько он умный. Город не может позволить себе каток. Вы когда-нибудь там катались? Это незабываемо? Нет. И даже не собираюсь. Я не позволю фигуристке выставить меня монстром. Боюсь, с этим вы опоздали. Поэтому мне потребуется твоя помощь. Нужно как-то спасать лицо. Мы должны устроить карнавал. Буду рад помочь. Его устроишь ты. В своем комплексе. Нет, нет. Одну минутку. Нет, это именно то, что нужно. Пышное празднование, как часть торжественного открытия. Ты ведь возьмешь на себя расходы? Ай, спаситель! Спаситель, спасибо. Да. Он сейчас у него. Позвони, если что-то узнаю. Да. Все, мне пора. Пока, Ноа. Пока, Бот. Странный какой-то. Готовы, девочки? Да. Никто из вас не видел, Грейс? Ладно. Что ж, пошли на лед. Давайте. Позвольте. Привет. Что это у тебя? Я тебя послушалась. Собираю фотоальбом. Плачущие дети с Сантой? У моего дяди свое издательство, помнишь? Я поделилась с ним идеей. Он пришел в восторг. Ну, конечно. Идея ведь блестящая. Ты продашь миллионы альбомов. Очень надеюсь. И я хочу пожертвовать половину прибыли на твой овал. Бэт. Это до нелепости щедро с твоей стороны. Но в этом абсолютно нет необходимости. Сначала опубликуй книгу, а там будет видно. О, это для тебя фотка. О, какая прелесть. Спасибо тебе. Да. Слушай, чуть не забыла. Я сегодня просматривала городской бюджет и кое-что заметила. Что? Овал финансируют из средств, выделенных на парки и отдых. Вполне понятно. Денег на эту статью расходов не хватает, поэтому ее и хотят урезать. Ясно. Правда, есть в бюджете и такая позиция, как мемориалы и памятники. Вот. Ага. Да, и там даже профицит сейчас. Наверное, давно не воздвигали военных мемориалов. Ха. Я это учту? Угу. Ах, да, еще один момент. И, может, это и не имеет значения, но... Но был очень холоден, когда уходил сегодня от мэра. Холоден? Да. Едва попрощался со мной сквозь зубы. Да, это странно. Согласна, но, может быть, это и пустяки. Но и Гресс сегодня не пришла на мое занятие. Серьезно? Да. Хм. Привет, это Ноа. Оставьте сообщение. Привет, это я, Кортни. Мне не хватало сегодня Грейс на занятии. Я решила убедиться, что у вас все в порядке. Ну все, пока. Эй, эм, что там у вас с карнавалом? Ты мне скажи. Мне только что позвонили из ледового центра Ноа, чтобы пригласить нас санты туда, а не на овал. Что? Угу. 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 Эй, Ма, это ещё что такое? Я хотел поговорить с тобой об этом, Кортни. Как ты мог? Я думала, мы с тобой сблизились. Я думала, что я что-то значу для тебя. И значишь? Тогда почему ты согласился провести карнавал у себя? Потому что мэр меня попросил. Ты предал меня. Нет, Кортни, поверь, я вовсе не предавал тебя. Что может заставить меня в это поверить? Ты пока не знаешь всего. И почему же не знаю, Нуа? Потому что я не говорил ещё. Эта работа и сам овал важнее всего для меня. Сердце разрывается от осознания того, что дети вроде Грейсни не смогут там кататься. Кортни, послушай. Прощай, Нуа. Постой, Кортни! Кортни, Кортни. Понька! Субтитры сделал DimaTorzok Кортни! Это ты? Кортни! Эй! Кортни! Все нормально? Нормально. Колено опять подвело. О, ладно, давай помогу встать. Давай. Плохо дело. Так, давай потихоньку. Спасибо. Что, сильно болит? О, довольно-таки. Ладно, отвезу в больницу. Нет-нет, отвези лучше домой. Уверена? Да, сама пройдет. У меня сейчас не до больницы. Хорошо. О, ну здравствуй, солнышко. Привет. Как спалось? Я так и не заснула. Еще как заснула. Я записала тебя на томографию сегодня после обеда. Ого. Когда ты только успела? Сколько времени? Ну, уже почти полдень, а сотрудников мэра быстро записывают. Полдень? Угу. Обалдеть. Наверное, я впрямь поспала. Да. Как твое колено? Как надувный шарик. О, милая. Я принесу еще льда. Тревор такой милый, он подвез меня до дома. Кто-то говорит обо мне? О, доброе утро, Тревор. День на дворе. День на дворе. Точно. О, тебе лучше этого не видеть. Я прочитала уже. Понятно, почему он тебя избегает. Как он мог, зная, как много каток значит для меня? Я думаю, что у него просто не было выбора. Но, разумеется, выбор был. У нас всегда есть выбор. Секундочку. Что? Если Тревор здесь, кто дежурит на овале? Я закрыл его на сегодня. Что? Ты же не можешь работать. Что мне оставалось? Именно это ему нужно. Закрытый каток. Куда ты собралась? На работу. Стой. Захвати лед. Спасибо, что подвезла. Что сказали в больнице? Там был только оператор томографа. Так, и что? Врач увидит результаты только на следующей неделе. Ох, а что по ощущениям? Как будто вывихнула. Все скоро пройдет. Вы спортсмены. Геройствуете с таким упрямством. У вас нога будет отваливаться, а вы все равно. Выпустите меня, тренер. Я не подкачаю. Ну и что с того? Ты уверена, что хочешь этого? Чего? Идти к Ноу домой? Нет. Но отдать Грейс подарок? Да. Подожди здесь. Я ненадолго. Куда я денусь? Держи. Да. О, Кортни, привет! Привет, Грейс. Жаль, что ты не пришла сегодня. Мне тоже. Что произошло? Ты поранилась? Все нормально. Спасибо. Пап, Кортни пришла. Проходи. Я заехала только, чтобы отдать тебе подарок. Спасибо. Открыть его сейчас? Нет, нет. Подожди наступление Рождества. Привет. Кортни, что случилось? Что с тобой? Все нормально. Я заехала отдать Грейс подарок. Нам очень не хватало ее в классе. Я ведь туда еще вернусь? Мы продолжаем репетиции, хотя, похоже, никакого карнавала на овале не будет. Как не будет? Город перенес его в комплекс твоего отца. И мы не покажем шоу на овале? Боюсь, что нет. Разве что мы с твоим папой уговорим мэра передумать. Пап, я поговорю с ним. Уже слишком поздно. Прости, милая. Пожалуйста, пап, дай мне поговорить с ним. Я хочу выступать только на овале. Я уже пытался. Прости, но... С Рождеством, Грейс. С Рождеством, Кортни. Эй, все хорошо? Поехали. Все нормально? Поезжай. Пожалуйста. Кто эта девушка? Это фотография из кабинета мэра Гринвуда. Это его дочка. То-то и оно. Откуда то же самое фото взялось в домино? Тоже? Да. Стоит при входе. Не знаю, как я раньше не заметила. Очень любопытно. Правда? И вот еще что. Грейс сказала, что может поговорить с мэром. Серьезно? Эм... Что такое умпа, как думаешь? Умпа? Да. При нашей первой встрече Грейс сказала, что ее умпа работает в мэрии. Кажется, так некоторые дети называют дедушек. Поищи в гугле фотографии Ноа. Может, с ней что-то будет. На большинстве он тут играет в хоккей. Подожди, это, наверное, его жена. У него что, нет снимков жены в доме? Я не присматривалась. Есть, наверное, но я была там в первый раз, и мне было неловко. Так, вроде бы, похоже на девушку с фотографией. Да, похоже. Секундочку. О, господи, ну точно. Что? Мы были правы. В чем? Покажи. Она была дочерью мэра. А значит, Ноа... Приходится мэру зятин. Значит, Грейс – это его внучка. Надо же. Теперь все предельно ясно. Сомнений не осталось. Она умерла от меланомы. Меланома? О, какой ужас. Что делать дальше? Сочувствую, что ваша дочь ушла молодой. Спасибо. Меланома в моей семье не редкость. Я оценю ваше участие, но... Что вы хотите? Жалко, что я раньше не догадалась. Почему вы не сражаетесь за овал? Почему переносите карнавал в комплекс Ноа? Сражался сколько мог. Но всему есть предел, поймите. Он слишком дорог. Я видела тот же снимок в доме у Ноа. Ну и что? Заложите меня своей ручной журналистке из Телеграм? Назовете это выпьющим непотизмом? Нет, господин мэр, нет. Потеря Сары самая страшная из всего, что случалось за мою долгую жизнь. Очень вам сочувствую, мистер Гринвуд. Это правда. Она была фигуристкой, не так ли? Да, была. Я учил ее кататься на пруду Комет. Это мои самые счастливые воспоминания, как мы катались с Сарой на том пруду. В рождественские дни. Есть одна идея, хочу вам предложить. Что за идея? Я хочу переименовать наш овал в честь Сары. Пусть он будет мемориальным катком Сары Трэмбле. На карнавале будем собирать средства на борьбу с меланомой. Каждый год дохода от него мы будем жертвовать от ее имени на исследование рака. Господин мэр, я изучила бюджет города и думаю, можно убрать каток из статьи «Парки и отдых» и финансировать его из средств на памятники и мемориалы, которые не трогали уже несколько лет. Вы изучили вопрос? Да, сэр. Что скажете? От гаража потребуется петиция. Я убедила тысячу человек послать вам открытки. Было дело. Я соберу подписи. Но менять место проведения карнавала поздно. В смысле, поставщики уже... Мы снова решим этот вопрос. Я уже говорила вам. Я верю в рождественские чудеса. Благодаря вам я тоже в них начинаю верить. Но мне нельзя вносить ваше предложение в совет. Это почему? Ведь речь идет о моей дочери. О, да, разумеется. Могут неверно истолковать. А вам можно. Мне? Заседание совета... Завтра. Я включу вас в повестку. Привет. 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 Как колено? Нормально. Растяжение, связка не порвана. Ты крепкая, да? Я говорила с твоим тестем. А вот как? Почему ты не сказал? Ну, я не хотел, чтобы ты подумала, что он поблажки мне делает. А он не делает? Я пришла не для того, чтобы на тебя злиться. И у нас мало времени. На что? Я нашла способ финансировать каток. Слушай, Кортни, я хочу спасти овал не меньше тебя. Особенно сейчас, когда узнал тебя. И Келвин хочет, но у него руки связаны. Правильно. Поэтому я выступлю на заседании горсовета с предложением. Серьезно? Если ты поддержишь мою идею и ее одобрят, я попрошу тебя о помощи. Хорошо. Если мы объединимся, то устроим лучший рождественский карнавал в истории. Вот мой план. Как я отказала мэру Гринвуду, я верю в рождественское чудо. И я также верю в каток овал. В его предназначение как место для совместного семейного отдыха. В его роль служить ключевым звеном в системе возрождения центра города. В его важность для малообеспеченных детей. Если каток закроют, я не только останусь без работы, но и это разобьет мне сердце. Вот почему. Я предлагаю перепрофилировать каток овал в мемориал, посвященный Саре Трембле, которая трагически ушла из жизни слишком рано по причине рака. Сара была коренной горожанкой и искренне любившей фигурное катание. Была молодой мамой, а также любимой дочерью нашего уважаемого мэра, который служит городу без нареканий. Благодарю вас за рассмотрение предложения. Ну что? Выступление было очень волнующим. Оно шло от сердца. Да, я понял. Проголосовали? Да, уже. Господин мэр, вы меня убиваете. Что решили? У вас теперь много работы. Иди одобрили. Серьезно? Да, серьезно. О, спасибо, мистер Гринвуд. Что вам, спасибо, и прошу, зовите меня Келден. Я вам очень благодарна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему я раньше не приходил сюда кататься? Тут замечательно. Неплохо, да? А в канун Рождества особенно. Не упусти ее, но... Постараюсь. Хочу, чтобы ты был счастлив. Сара останется в наших сердцах навсегда. Но ты должен быть счастлив. Я ценю ваше мнение. Да. Чудесный способ почтить ее память. Да. Поистине чудесный. Да. Да. Ну, как вам? Ты восхитительно. Ты красавица, милая. Скорее, вы завтрашнее представление. Ты чудесно выступишь. Спасибо. За что ты благодаришь меня? Это ты осчастливила Грейс? Давно не видела ее такой веселой. Она так радуется. А ее костюм просто прекрасен. А вам я благодарна за то, что разделили со мной радость. Нам приятно. Вы даже повесили мою фигурку на свою елку. Да. Кажется, она пришлась там к месту. Мы с тобой сроднились. У вас я и правда чувствую себя как дома. Я уже давно не была так счастлива. Я рад. Эй, можно мне еще горячего шоколада? О, да? Можно, конечно. Я налью, я налью. С маршмэллову, пожалуйста. Скажите. Спасибо, Кортни. Да, мам, я тоже соскучилась. Передай привет папе и скажи, что я позвоню ему утром. Ладно, и я вас люблю. Пока. Тяжело быть вдали от дома на Рождество. Да. Рождество – семейный праздник. Я по ним скучаю. Я тоже. Не унывай, мы же тоже семья. Да, конечно. Бет, спасибо огромное. Без тебя я бы не справилась. Брось пустяки. Кстати, у меня для тебя подарок. А у меня тоже для тебя подарок. Но давай подождем. До Рождества всего два дня. Нет, ты должна его увидеть. Давай, открывай. Ну, хорошо. О, мой бог. Что? Как его могли напечатать так быстро? Мой дядя подключил свои связи. Это первый экземпляр. Правда, классный? Выглядит потрясающе. Мои поздравления. Спасибо. Я не шутила насчет перевода прибыли к отку. О, Бет, так мило с твоей стороны. Ну, посмотрим, как сегодня все пройдет. Хорошо. Хорошо. Три, два, один! Бесома Розвестра! Смотри в камеру. Кажется, я тебя откуда-то знаю, но сознаю. Рудольф? О, да! Да, конечно же. О, ну надо же! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ Корректор А.Кулакова Советы. Без них этот праздник был бы невозможен. Кортни Беннетт! Прежде чем попросить Кортни выйти сюда, я представлю вам человека, которого многие из вас уже знают. Бывшая звезда кленовых листьев из Торонто и мой любимый зять Но Трэмбле. Иди сюда, Но! Но Трэмбле! Спасибо, Кэллоуин. Замечательное посвящение дочери мэра и моей жене Саре, трагически ушедшей от нас пять лет назад. Сара, она обожала фигурное катание. И для нашей семьи знать, что этот каток будет известен как овал имени Сары Трэмбле отныне, это честь, превосходящая самые смелые наши мечты. Грейс, выходи к нам! Когда я узнал, что планируется такое событие, такое Рождество, я связался со своими товарищами по НХЛ, и мы приготовили городу подарок. Дорогая? Чек на 100 тысяч долларов Этим пожертвованием в 100 тысяч долларов я объявляю об учреждении фонда стипендии Кортни Беннетт на развитие детского фигурного катания. И если судить по сегодняшнему шоу, у нас растут великие таланты. Кортни, и только ей мы обязаны спасением этого катка. Она отдаёт всё своё время и весь свой талант, помогая детям этого города уже много-много лет. И мы надеемся, что с этим начальным капиталом она сможет посвятить этому ещё много лет в будущем. Кортни, будь добра, выйди, пожалуйста, к нам на лёд. Кортни, будь добра, выйди, пожалуйста, к нам на лёд. Спасибо за настоящее рождественское чудо. Это я тебя благодарить должен. Весёлого Рождества, Кортни! Весёлого Рождества, милая! Субтитры создавал DimaTorzok Я поставлю её рядом с кроватью. Спасибо, Кортни. О, я так рада, что тебе нравится. Можно я поджарю маршмеллоу? Конечно, мы для этого его и взяли. Бери палочку. В моей жизни это Рождество лучшее! Ты хорошо с ней поладила. Она чудесная девочка, это несложно. Это лучшее Рождество и для меня тоже за долгое время. И для меня. Благодаря тебе. А знаешь, я ещё вчера на льду хотела кое-что сделать, но решила, что неуместно делать подобное на публике. Неужели? И что же это? Вот это. Весёлого Рождества. Тебе весёлого Рождества. Пошли к костру. Пошли к костру. Как тебе маршмеллоу? Вкусно, очень вкусно. Попробуешь? Давай. Ммм, и правда вкусно. Хочешь попробовать? С удовольствием. Фильм дублирован компанией Акимба Продакшн в 2020 году. Режиссёр дубляжа Максим Копов. Звукорежиссёр Алексей Климась. Роли дублировали Татьяна Абрамова, Татьяна Ермилова, Виталия Акарниенко, Сергей Пономарёв, Никита Прозоровский, Ольга Зубкова, Глеб Глушенков, Анастасия Березнёва и другие. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова